ну что вы сразу здреться к прессам продолжаем проходить блокбук с вами пошли остановились на том что мы сами нашли крест теперь с вами пояс и как осталось только имя да и мы я думаю в этой серии краски освободим с вами подмена подменного духа ну они подмены называются они так и назвали подменная поэтому если видел прошлой серии принципе наткнул случайно эту серию до посмотри самого начала мира чтобы вну вникнуть в игру в описание 100 и правом верхнем углу там подсказочка на прошлую серию да и на плавис тоже есть подсказочка собственно при этом аппетита ребят приятного просмотра тоже поудобнее давать медик обязательно поэтому еще раз просмотра а мы начинаем крест теперь здесь мы с вами занялись кресту нечисти суседки небось тоже не боятся крестов а вот такого беса пустобреха можно было и не брать это кто тут пустобрех тихо прожка ладно дедушка не огнивайся может он нам еще пригодится ладно посмотрим чего из этого выйдет на речь осталось невесту банную вильгард ступай там священника и найдешь и ты и коли туда приходи на том и порешим давай-ка посмотрим о давайте смотреть до сих пор фигачит нормально м-м-м-м м-м-м м-м-м-м м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м вот здесь черный лютые слова помните были на одиннадцатом подобный урона даже офигел так вот это автоматически да как понимаю авто звучит автоизучение у нас с вами хорошо давай у нас вот собой книжечка есть чертознания есть тобой и чернобайство дачу так называется на свою знаткость прокачаем увеличивать количество надеваем на один цена магазин а вы скажете вход на один и к себе просто да ты там нет нам более нужнее дома вот ряд кому нужно там на поздно зажимите прочитайте вас очень долго это читать и как бы да поехали дальше тут у нас что с тобой о по крепкой перзагрузы сдержит слово земля на буду слабу конечно хпшки добавить и броню побольше бы конечно бы и вы этих надо растений по ну по находить конечно же но стоит добавим не вот это это вот это так здесь мы струйся сделали давай когда мы поговорим видал я с тобой всякого скажешь там твой деду до огонь тут то вон и ну чё сам не чистый а все не могу забыть страшнее это на войне то может и страшнее любого беса мало ты бесов видел коля может и так ну да ладно я мириться то не собираюсь знаю как мне побороть себя можно есть одна у меня мысля что задумал ступить прямо в пламя случай бы подвернулся то ты чё коль это к помереть можно не то не просто костерок то должен быть ну и себя губить я не собираюсь одолеть мне надо и не чистого у человека главный враг то сам он себе вот как я думаю что там на войне было и тебе слушать эту войну нечистые придумал иначе ты как уж точно не дух святой и напоминать не буду волосы от мысли они вянут это ты потому курить то начал не зря знаткими вас называют ну да думаю с малого начну так признаться меня ужас то и берет как огнивым искру высекаю так что этот код хочет четверка котяра есть о прошка начну спрашиваю что еще хотел это спать-то мне пора притомился так давай-ка вот это за нечисть такая икота то вот так чертей называют всяких икоты это если они в людей залезают ты до меня это знала небось подробностей хочешь икота и любая нечесть может сделаться лезть человек получилось так все народ тебя икотой звать будет у тебя то думаю лучше моего получится ну ладно про тебя узнать хотела больше чё ты до акулин это делал ладно расскажу да только долгая то история до того как податься в икотке я суседил в церкви енидорской долго я там жил и у бесов памяти на века не хватает преображенскую ты церкву выстроили сколько ушли 200 слишком будет вот я какой старый да мудрый так что слушайся меня васька не пропадешь ну мудрее котов то я не встречала это точно может ты лет это к через двести шерсть свою научишься по всей избе не оставлять а чё а чё шерсть это не моя забота я вон за хозяйством слежу не до шерсти мне сам бы лавку поладил скрипит как незнамо чё ну я тебе пищак проклятуший погоди дедушка он нам помогать лучше будет да брошка и убивают для защиты ну чё смотришь боишься да от котов проходу нет хорошо что их армия царя батюшки в ежовых рукавицах держит не веришь вот слушай случай был кот на мельница раз молодец раз мало мой дядя на мельница вдруг слышит один жернов мерит мне так то пойдет остановится подошел глядеть сидит на нем большущий черный кот и живот и пойдет то становится словно его задевает что хотел схватить его на тут убрался дальше хотел схватить его а тут убрался дальше на другую сторону дойдет туда кот опять прочь вдруг мышатик сквозь землю как провалится из треска и жернов пошел ровно и плавно на другой же день после этого жестко будешь скоро после поговорим я как с работы егоровской ты летел заметил кое-что на колдуна разбойники допали у роста не то так он в телеге был может все полезно тебе будет нормально тем запас зашел как все домой нормально ну бывает чо добрый вечер а чего такие слабенькие то сколько восемь то вообще даже броню не буду делать она пошутил а чо ну 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 давай я тебе у тебя раз 5 ну еще такте вдогонку накину у тебя так вот накину чушь не скрывать еще так накину тебе 4 слабенькие слабенькие они на опа значит минус бал будет ну все бан все один хп у него даже утрогать больше не было 6 так что у нас тут добрый вечер ребятки вот так вот наверно дам ну давай так чисто так для себя поставим ну и лютая вот сюда собственно let's go бан ну и все есть мы еще один разбан а нет смею за штучки все юночки на тебя даже не хочу тратить такого но так чисто сделаем все еще очень-очень-очень такие вот слабенький конечно ну ладно ничего страшного так давай карабельник погнали но в этой серии мы уже освободим ее не все покупай тут амулет проживешь ты с ним столе он не есть не пить не просит а врага просто волосе но мужик из ты меня обману шесть не типа полных оба устанавливать или что опа вот это интересно тема серию статуса ну это очень те вот это вот очень интересная тема для меня но здесь такого единство что могу позволить сейчас по своим до игровой его по своей игровой валюте это вот это вот это вот это и вот это вот тут этого то интересная тема кстати говоря вот но что могу сказать тут не мужик ничего тебя не надо я буду копить пока что будем копить с вами ребят на что-то более лучше то что правду прям будет помогать для босса думаю да нужно сохранить все равно какую-то валют игровую для вы наберете сам необычную просеку деревья словно свалены сильным вихрем или же возможно здесь прошелся сам хозяин леса удивительно то что посреди просеки одиноко стоит нетронутые стихии дерева подойдя ближе вы понимаете что его уберегла при крыш трава растущая у его корней поклонившись растению вы срезаете его вы забираете колдовскую траву и готовитесь продолжить путь о хорош у голбцов вы замечаете к рынку молока и ломать хлеба видимо кто-то до сих пор посещает эти старые могилы с горечью вы размышляете о том нужны ли мертвецам гостинцы вы оставляете несколько монет и переводите дух прежде чем пойти дальше дороге сошла телега но поблизости никого нет ни владельцев ни лошадей повозка пуста за исключением одной шкатулки которую владельцы оставили позади ее крыть вы осторожно берете новый предмет и готовитесь продолжить путь первый залив задерживаться глянуть что ну-ка а вот это сати интересно не так много как хотелось бы конечно но тоже неплохо двоеверие русско-христианцы испокон веков сохранять черты язычества верховные языческие божества частично заменились христианскими а мелкие демоны превратились в нечисть лучше всего это явление характеризуется понятием двоеверие это бытовое смешение религиозный взгляд у человека состояние мировоззрения включающего элемент двух вверх двоеверие не твердость на решительность ни в одной из вверх люди признают и христианские догматы и эзотерические учения такие праздники как маслицы или иван купола или купола обращение с неправильным выросшим и здесь на языческой основе стать традиционными для русских так здесь мы посетили лес голос я вот сюда это было бы личка допущат бы личка издали вы можете яростный спор двух чертей от их криков шатаются сосны будто под порывами сильного ветра кажется они не поделили содержимое рыбацкой морды приглядевшись вы видите что в ловушке сжалась в ужасе плененная имя душа из живых летели она сгинь пока не задавили ну так что проходил вы так можете до скончания света спорить я-то векшица так помогу вам а так знаю я как чертовы споры решать кто мое задание первым выполнят тот грешника и получит какое такое задание все черти любят задания похож эти не исключение кто сосчитает первым листья вон на той оси не у холма того и грешник черти обращаются в огненный вихрь и скрываются за горизонтом вы разбиваете морду и освобождаете душу мертвец при этом исчезает на дне рыбацкой ловушки вы обнаруживаете вы чувствуете как растет сила черной книги я . чё на мосту через маленькую речушку возле вильгарта не могут разъехаться две телеги извозчики ожесточенно спорят не ведая что у каждого на левом плече расположился черт именно не чистые вносят раздор как суфлер нашептывая ответы в споре вы вмешиваетесь в спор пытаясь объяснить крестьянам что их злоба вызвана нечистыми к несчастью они не слушают голос разума узнав что вам нужно попасть на другую сторону моста один из извозчиков грубо проталкивает вас мимо телег звуки спора позади вас не стихают еще долго у павла интересна развилка у студеной глади озера вы замечаете лошадь то и дело обеспокоенно встряхивающую гривой пара чертей схватилась за узду и пытается увести ее от уснувшего под откосом хозяина вы расталкиваете мужика и обращайте его внимание на уже уходящую в лес скотину раздосадованные черти отпускают лошадь когда крестьянин перекрестившись берет поводья в благодарность он дает вам несколько сухарей спасибо вы идете по старой тропе через восточный лес в этот час свет луны особенно ярок и загадочен вдруг вы слышите громкие голоса и медный звон раздающийся из чаще остается только гадать что это за переполох посреди ночи стараясь не издавать ни звука вы пробираетесь вглубь леса наконец ветви расступаются и вашему взору предстает удивительное зрелище незнакомые вам колдуны пытаются договориться о цене груды медных самоваров один из них горячится и то и дело стучит по одному из изделий видимо хочет показать его качество вы замечаете что из этого самовара выглядывают уголь я чертовых глаз заинтересовавшись чудесными самоварами николай покупает один из них вы покупаете самоваров у удивленных колдунов они поспешно собирают товар и скрываются в лесной чаще как только они пропадают из виду самовар превращается в демона но мальчик мальчик что это я не вам это я не вам лютая 5 и часовой и часовой один после каждого ты серьезно ты сейчас серьезно да то есть такой ну на на вот так вот еще вот окна все до свидания раз-два-три добивающий до свидания что он там так хорошо ну как он туда попасть подожди вот тут вот сюда как попасть вот сюда попасть как вот сюда попасть ребят потому что это как бы там дополнительно задание да все 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 так как сейчас дополнительно не ну вот туда попасть нужно вот смотрите видите это дополнительно дань как и часть то что есть уже на есть так ну ладно давай старая а вины с тобой сгоняем туда сгоняем быстренько решим вопросик по коллегам черные силуэты приземистых старых а винов сам пока лаком поговорим все черти вы обходите одно строение за другим но внутри нет ничего ценного вы собираетесь уходить но внезапно замечаете в приоткрытых воротах темные очертания нечисти на винов а вин стреляя для сушки снопов или снопов перед 0 мать мать бой или мали мать мать бой до мать бой отделением зерна от колосьев на прессу на уж пусти меня в свои владения а живая забыли меня крестьяне жить мне тут еще сорок лет слышишь меня векшица ну заходи так послушай а винник меня мудрость вековая черта знаем помощь будет ну внимай кажется проходит много часов но звезды на небе не сдвинулись вы покидаете овен с множеством полезных знаний спасибо большое среди могил вы замечаете трепещущий на ветру огонек вы подходите ближе стараясь не проронить ни звука вскоре вы видите что одну из свежих могил раскапывает знакомый вам человек какой-то за мной пришел я про тебя думал что ты покойник ходячий чем это ты занимаешься то в такой час поздний да еще и на погосте а вот не твоего ума дело вася сама-то что бродишь по ночам добрые девки так по домам сидят да вижу я что могилу копаешь грех то какой мне давай про грехи то не разводи и сама-то вам говорят знаткой стала окопаю я потому как тоска меня взяла вот повидаюсь хоть еще в последний раз сейчас я покажу кое-что послушай не делая это могилы выкапывать знаешь дашку тест не докопала одну ночь не докопала пошла на вторую рыло рыло вдруг из могилы белая собака выскочила тогда дому-то ее и проводила это стало быть душа была сына ее на то и грех это да сказа ваш собеседник не может сдержать слез вы помогаете ему выбраться из наполовину вырытой могилы и землей заметив адамову голову что растет рядом срывайте цветок после прощания вы собираетесь продолжить свой путь ну полагает ну полагает в церкви в церкви вы добираетесь в долгие предрассветные сумерки далеко за ней вырисовываются острые шапки вековых елей вильгарта священник уже начавшие приготовление к утренним ритуалам замечает вас и откладывает свои дела чтобы поздороваться это кто тут с утра пораньше шастать василиса ты что ли голову то прикрой тьфу здравствуйте батюшка коля ты о уж никак обвенчаться решили мне рано еще а вот коля может скоро и соберется ну васька не замечай вперед то по другому делу мы пришли имя нам нужно православное из святцев не может быть уже детенка ждете да не чертовки имя дать хотим что вы собрались отец ефрем покачиваясь отходит к стене и присаживается на лавку может лучше обвенчаетесь да дело то хорошее девку спасти хотим вы рассказываете про вашу встречу с невестой из бани и о том что ей нужно для спасения слышал про подмененных да только не знаю что из вашей то выйдет не могу вам имя дать бес вас попутал добра не выйдет из этого вот так ценность имя из святцев выбрать как мне его переубедить а ежели то не бесячка а душа христианская пропадает какие грех то тогда будет верно ты вася говорят знаткой заделалась рядом то иван долгий пора ветра суховеи отводить давай ты нашей деревне поможешь а я тебе с именем ладно знаю я обряд от ветров суховеев сходим мы на поле о ну хорошо дам тогда имя отец ефрем открывает тяжелую книгу в серебряном окладе выбирайте сами нонче таких святых чествую клавдию матриону и александру о твои не есть а коля так ты давай выбирай матрёный назовем имя славное выходит знатной тоже женщиной назовете кабы знаткой не стало спасибо батюшка ну на поле верста на запад попробую от ветров защитить до встречи вскоре вы добираетесь до места назначения поле выглядит пустынным предрассветных сумерках холодный ветер пронизывает вас насквозь когда вы вступаете на пашню по коже пробегает знакомая дрожь на поле есть нечистая сила вы находите неловко спрятанный пучок старых колосьев это колдовской залом стебли закручены в узел и посыпаны залой солью у корней вокруг свежая земля с кладбища яичная скорлупа и распаренные старые зерна вы очерчиваете круг вместе с заломом на поле обитают бесы ветер ветрила из семи братьев старший брат ты не дуй со гнилого угла ты не лей дождем со запада ты подуй-ка теплым теплом сослужи службу роду нашему пригони дожди добрые пахарям на радость а тебе буйному на славу вы заканчиваете читать заговор на мгновение воцаряется тишина вдруг сзади раздается хриплый голос и вы вздрагиваете от испуга вы очень странные создания одни портят другие ладят ты про нас колдунов я про людей вы находитесь на границе между мирами и потому всегда в проигрыше но они мне жаловаться меня андрейка зовут а про тебя я уже слышу ты векша новая василиска андрейка ты тут поле портишь суховей нагоняешь порчу это неподходящее слово ведь я помогаю крестьянам в этом я мастер ну ты-то уж понимаешь что народу это только на пользу так ведь как это пошибленная рожь на пользу пойдет чего и следовало ожидать но я расскажу у крестьян в этом году урожай будет плохой но это сподвигнет их искать новые более действенные способы выращивать хлеба и когда придет истинный голод они будут к нему готовы их новые умения позволят им пройти через настоящие трудности как видишь я гений прогресса а теперь проваливай туда откуда пришла ведьма ты мне зубы то не заговаривай ответь ка лучше не случайно залом то я нашла неужели может и виноватого знаешь из-за залома на поле появился без но кто оставил колосья кто призвал черта залом в ряду на маги так называть связанные с особо много наговорами колосья за может отнять урожай наслать ну кто он я другой колдун сюда определил так ведь верно знаешь ты мне приглянулась я бы даже рассказал что за колдун наслал меня да только он был осторожен отправил меня в уже наговоренный залом хочешь сделку дай мне закончить начатое я нашлю ветра суховея потом пойду к тебе на службу ох мы с тобой нашли он голода смерть пудами не ночью не своих бесов хватает ты мне зубы то не заговаривай ответь к лучше довольно толковать уж тебя то я с этого поля точно из виду кого ну какой кстати как код хочу не за шляпа там общую а чё за шляпа так ну ладно вы звучу ничего мальчик готов давай 1 2 3 4 с бан так сразу бан пошел банк процессе а на лют увеличивается ладно ну шоу сгол эти восемь да то есть получается 16 ебать блять ёбаный нахуй насрал блин как нет заебали вода оживляет и креста так 8 плюс 5 16 до на 16 13 убает мой прошу прощения до этого сделаешь как пятерочка пятерочка пуджа вот в него да и получается ну и все давай давай вот так ладно сделаем еще давай вот вот в него икс 3 кого ты чё и 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 На коло, на коло, на коло Ну, это коло X3 опять ее Вот так делаем 7 Давай, ну давай рискну, ладно А, о чем мне? Ой-ой-ой, как больно Очень больновато 8 Значит, тогда Будем, ну, сгол, мальчик Раз Два Тарис А, ну, пока не надо, пока не буду Это ушел Бан Зря ты мне победил Вперед дороги встала Еще посмотрим И тебя с нее уберу 13 У нас У нас Все-все, добрый вечер тебе Еще 13 Ты хочешь себе, да? Хорошо Я пока Почти буду восстанавливать Капашечку там Ну, а тогда вот так тебе Чуть могу сказать, мальчик Смотрим 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 В чистый сейф уходит да ну так просто как хорошо он защитился хорошо там сейчас минуту просто вам принес было с и был он промывал на валюту отлетел бы хп сейчас ну ладно еще 13 будешь ты чисто в сейф хочешь уходить или что на меня пока даха пашки снова лично ну а вот она значит 1 2 2 4 5 6 давай сейчас пока мы максимально сейвим все давай у как хорошо а ты еще хочешь да раз какой-то вообще ну не это бы бы это было это б.б. ребят скорее всего даже если вот так мы сделаем это б.б. ой-ой-ой хотя а я думаю все бы бы слушай они так-то все плохо еще пятерочка сюда мальчик давай ты сейчас успокоишься ухе седу ухо хорошо как хорошо давай 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 сейчас сейчас еще этот летит к пашке я будет больновато ребят нормально нормально все в сейф ушел теперь поехали запечатал до запечатал до запечатал поехали банк ну и все до свидания все ухо я думал все бы бы ничего себе нормально им это залом пресс-сев ребят ну за такой вот пасай правильным ну подписок что реформить за ранее кто-то делает на дорогу спасибо будут подходящие и правильно сделали что с чертом разобрались нечего ему портить посевы хорошие ну вот и собрала все нужные предметы теперь можете невесту идти вызволять под полок мне туда идти нельзя книгу у тебя теперь да и колдун я уже не такой сильный апдериха дух серьезный может навести морок и кожу содрать да так что оглянуться не успеете поэтому вася подготовься как следует может что спросить хотите что за обряд то надо провести ты мне такого не рассказывал а я с бани подмененных и не спасал думаю под полок придется вам спуститься там вас банница то испытать предметы нужные есть смекалку не забудь может что спросить хотите кто такая-то обдериха это вот куда это взялась ну кто же ее знает все то по-разному появляются говорят когда 40 детей родится в бане вот тогда там банница ты обзаводится про эту мы знаем только то что она детей подменяет может это не случайно ответы только у самой вот и босс что спросить хотите да не не пасима пора нам в путь заправляться так чё у нас там надо начало 100 сохранимся и сохранить чё у нас там у стоциума лена закупаться как штрафами всякими закупаться того что лихо пашечки нам нужно для щитов для поглощения блин урона точно нам нужны так это упал от что тихо 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 подожди интересно отсчет у меня было плюс одну так дожди-ка так ребят вот поставь на паузу кому нужно прочитать все я вот так сделаю так счетом у нас 6 нет да у нас очков нам по-хорошему на что стал прокачать где она нам по-хорошему быстро прокачать вот это вот вот это вот и блин нет диана вот это бы на 100 прокачать еще вот это тоже на много чего нужно качать так ладно чё там дед егор земля пермская полница дед егор я вильгард ходил а уж и не так меня боятся как прежде поняли что тебе сил передал а как тебя на ростоне то не задавили а так вот крутится вокруг меня черти ну думаю пропал с тимошкой скоро увижусь один беста в красном колпаке я с него этот колпак то и сорвал тут тут все замерло колпак разменным оказался черти кружат зыркают глазами горящими говорит вожак то их за колпак мол чё хош сделаю тимошку то он не мог вернуть другое тогда попросил откуда говорю взялись вы тут бесы и проклятые а оказалось то вишь чё их юродивый прокопий на меня напустил жертву им удумал ему поди не лесной дедушка помогал а черти из пекла и дети пропадали вокруг вильгарта то все не случайно а по воле прокопия всех скормил чертям и тимошку тоже окаянной проклятый прокопий я его коли встречу в аду то я его там еще скручу ох он у меня помолчается ну а дальше что с чертями то делал да отправил их этого прокопия задавить все думали по пьяни помер а этот черти мои его удушили это еще не все да устал я в следующий раз про черную книгу то расскажу хорошо я вот все думаю про предметы которые просила банная невеста почему именно их я думаю она только с ними из тонкого мира выбраться может вещи ей нужны людские нет человека без креста без пояса да без имени а у девки той всего этого никогда и не было понял слушай васька такое дело прежде чем за бесами идти может еще по одному делу поможешь есть у меня один старый товарищ трофимом звать охотник то из слободы кишканогова ну да че ты пропал я после обдерихи уже не знаю леший его унес вот че я думаю васька сходишь со мной то в слободу разузнаем ну хорошо тут вроде недалеко у каждого то какие пара часов но она поршу так пар часов возьми василиса глядишь пригодится хорошечно так блин а где мне закупать все это где мне все закупать вот это я поставлю погнали в путь после продолжительной ходьбы по старой дороге перед вами вырастает сначала деревянный купол часовни а затем и сама деревня пантина утомленный путешествием николай заходит в первую попавшуюся избу выпить квасу и перевести дух вы настораживаетесь что-то недоброе есть в этой постройке да мы с вами на этом закончим серии так длинно получилось спасибо за просмотр такая серия была софт лайк и подписывайся на канал тебе несложный вариант это поддержка мне огромное от вас спасибо заранее кто это делает реально огромное спасибо это реально мотиватор мой и и даже не знаю как описать как описать короче для меня это прям ну ценно очень элементы правда очень ценный и мотивирует делать дальше контент плюс помогает продолжение канала да для того чтобы контент был более масштабнее наверно да и более скажем так более разнообразный вот поэтому спасибо реально огромного реально огромное спасибо 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 за просмотр какая серика была мы увидимся в следующих сериях давайте и мы мы а мы не мы мы ну мы мы